Что не надо есть на завтрак? Ну, любимая всеми овсянка, сэр. Что у нас сегодня на завтрак? Овсянка. Завтра на завтрак – овсянка. А послезавтра – котлеты. Ну, слава богу, из овсянки – сэр. Так вот, овсянка при частом употреблении за счет своих свойств антинутриента содержит свитата снижает всасывание полезных микроэлементов. Это не считается нутритивно плотным продуктом, а если вы используете овсяные хлопья, то это вовсе быстрый сахар. Очень часто на завтрак любят творог или сырники, да еще там с какими-то сладкими штуками, мед, топпинги, фрукты, что-то такое, сиропы. Минусы какие? Если вы используете скоровьего молока, то там белок А1, он поддерживает воспаление. Также высокий инсулимический индекс, и плюс еще если сладкое что-то к этому, это все плохо кончается в долгосрочной перспективе для организма в плане метаболического синдрома. Свежевыжатый сок и плюс какие-нибудь углеводы, там булочки или что-то такое. Во-первых, здесь много кислот, это плохо при заболеваниях ЖКТ. Также быстро идет всплеск глюкозы и инсулина, кормите патогенов в кишечнике. Затем после этого быстро наступают усталость и голод, потому что все это моментально как бы перерабатывается организмом. Смузи сюда же относятся, то есть только их включать на завтрак нежелательно, особенно какие-то сладкие. Если вы используете зеленые смузи с зеленью, это хороший вариант, но с основным приемом пищи, а не отдельно. Кофе с бутербродами, наверное, это самый распространенный после овсянки. Здесь что? Во-первых, на голодный желудок это раздражение слизистой оболочки, кофе, когда вы пьете. Излишняя стимуляция идет организма, энергетики. А если у вас хроническая усталость как бы есть, то кофе здесь сыграет плохую роль. Удар по надпочникам своеобразный. Быстрые сахара в виде белого хлеба или того, на что вы мажете и кладете сюда, колбасыр какой-нибудь еще сверху, который тоже не вызывает доверия в современных магазинах. И совсем отсутствие завтрака это тоже плохой вариант, особенно если у вас стресс, усталые надпочники, плохой режим дня. Тоже могут быть симптомы гипогликемии. Даже если вы соблюдаете какой-то вариант интервального голодания, то лучше пусть это будет завтрак в первый час после пробуждения и ранний ужин или обед плотный, поздний, чем отсутствие завтрака и обед и ужин.